Новости на восьмом, а значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. В студии работает Александр Масликов и вот что случилось в нашем городе к этому часу. Попросили, починили. Городские власти вняли просьбам жителей и обращению восьмого канала и отремонтировали дорогу на проспекте Красного Знамени. Да ну ее в болото. 20 лет в поселке Угловой не могут справиться с проблемой канализационных стоков. Разыграли места в сборной. Чемпионат и первенство края по КУДО прошли во Владивостоке. Приехали дети, взрослые со всего края. Очень серьезные команды представлены здесь. Также в выпуске устранят недоразумение. Владивосток наконец может получить официальный статус столицы Приморья. Еще раз скажем, под народным присмотром приморцы могут в режиме онлайн наблюдать за строительством социальных объектов. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Комитет Госдумы по региональной политике проблемам Севера и Дальнего Востока внес на обсуждение Нижней Палаты Парламента предложение о возвращении пенсионного возраста дальневосточникам. Комитет предложил вернуть в ДФО привычные сроки выхода на заслуженный отдых. 55 лет для женщин и 60 для мужчин. По мнению депутатов, это поможет снизить отток населения из региона, преодолеть низкий уровень зарплат, невысокую покупательскую способность населения и небольшую продолжительность жизни в округе. Авторы инициативы считают, что Дальний Восток – особая территория с суровыми климатическими условиями. Для того, чтобы люди приезжали и оставались здесь, нужна особая мотивация. Одним из ее элементов мог бы стать пересмотр параметров пенсионной системы. Однако в кабинете министров к инициативе отнеслись скептически, поскольку в комитете не указали главного – источника финансирования предложения, на реализацию которого потребуется 16 миллиардов рублей. Кремль, в свою очередь, никак не оценивает предложение вернуть прежний возраст выходом на пенсию для жителей ДФО. Это заявил журналистом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Вопрос пересмотра пенсионного возраста для жителей макрорегиона будет поставлен на парламентских слушаниях о законодательном обеспечении опережающего социального экономического развития Дальнего Востока, который пройдет в Госдуме 14 ноября. Владивосток, наконец, может получить официальный статус столицы Приморья. До сих пор город так называют лишь неофициально, хотя вопрос о его статусе всплывает на политической повестке регулярно. Инициатором законопроекта выступил председатель Думы Владивостока Андрей Бри. Депутаты вынесут проект на голосование в четверг, 14 ноября, а затем предложат на обсуждение краевому парламенту. В Думе справедливо отмечают, что сложилась парадоксальная ситуация. Город стал столицей Дальнего Востока раньше, чем был признан официальной столицей Приморья. Еще пять лет назад специалисты подсчитывали, какой приток инвестиций и бюджетных ассигнований даст Владивостоку официальный статус краевого центра. И по расчетам выходило, что город приобретет до около 270 миллионов рублей. В реалиях с сегодняшнего времени сумма должна вырасти еще больше, что позволит Владивостоку выйти на новый уровень, закрепив свою роль дальневосточного политического, экономического и культурного центра. Городские власти отремонтировали дорогу к гостинкам на Красного Знамени. Внимание к проблеме местных жителей привлек 8 канал, куда отчаявшиеся люди обратились за помощью. Дорога с лета была разбита, а жители оставляли в ямах ходовки своих автомобилей. Сегодня состояние этой дороги уже не вызывает нареканий. Светлана Садовая расскажет подробности. Вот так сегодня выглядит практически единственная подъездная дорога, которая ведет к гостинкам на Красного Знамени. Еще месяц назад ее состояние было весьма удручающим. Здесь убил ходовку не один владелец малолитражного автомобиля. Дорогу, по словам местных жителей, размыло во время летних ливней. С тех пор жильцы этих домов были вынуждены разбивать свои машины на этих огромных ямах. В вечернее время, в час пик, мы до дому не можем доехать, просто по полчаса мы стоим в пробках. Мы отсюда выехать не можем с утра на работу, а вечером заехать не можем. Плюс еще осложняет то, что в вечернее время здесь паркуются вдоль дороги. И хочешь не хочешь, приходится ехать по ямам. 17 октября в редакцию 8 канала обратились местные жители с просьбой осветить проблему. Куда звонить еще, они просто не знали, исчерпали все ресурсы. Сначала жители этих домов попытались обратиться в управляющую компанию. Это не придомовая территория, ответили там. Дорога – ответственность городской администрации. Однако и от властей жители положительного ответа не дождались. Говорили с ними, либо отказывались общаться, либо не сообщали ничего утешительного. В планах на ремонт эта дорога не стояла. Вся надежда у людей осталась только на поддержку СМИ. Жительница нашего дома позвонила в администрацию. Ей там ответили, что скорая проедет, а вы как хотите. Наша съемочная группа также обратилась в администрацию города с вопросом об этой многострадальной дороге. Тогда в пресс-службе нас уверили, что управление дорог и благоустройство обещает отремонтировать этот участок к концу года. Заасфальтировали дорогу на днях. И сегодня жители этих домов надеются, что ремонт переживет зимние снегопады, весеннюю слякоть и летние тайфуны. Светлана Садовая, Сергей Тулатиев, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. Новости на восьмом. Угловое часто просто нечем дышать. Здесь собираются собаки бродячие, здесь собираются, летают вороны, здесь столько мух, здесь вообще такая антисанитария. И вообще нам не то, как южный ветер, дышать нечем. Вонь, невозможная вонь. Это страшно, страшно. Это влияет сильно на здоровье. И то, что и речка погибает, и то, что люди тоже болеют. Зловонное озеро образовалось из-за забившейся канализации. Уже 20 лет нечистоты загрязняют местную речку Сапёрку. Раньше в ней водились раки, лягушки, а красная рыба заходила сюда на нерест. Теперь вся живность погибла. Приезжали люди с санэпидстанции, брали пробы воды, брали пробы грунта. Свинец и цинк здесь зашкаливает. Понимаете? То есть это всё люди дышат, дышат, дышат. То есть им нужно убрать эту... Конечно, 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 конечно. Всё это на честные, потому что это же всё идёт в бухту. А там же пляжные курортные зоны. Ну, это ж по бухте всё расползается безобразием. Жители посёлка много лет жаловались на зловоние в мэрию и водоканал, требуя остановить слив сточных вод. Ещё в 2016 году суд обязал Приморский водоканал восстановить канализацию. В прошлом году рабочие установили здесь новые коллекторы, но закрыть их забыли. В результате зловония стало ещё больше. В этом году жители местные, они ещё когда строили, все колодцы вдоль от этих домов, они все закрыли просто шифером местные жители, потому что дети маленькие могут провалиться. В этом году машина водоканала разворачивалась, и на двух колодцах эти шифер помяла, и куски туда улетели в колодец. Соответственно, там мусор, который идёт, тряпки, там ветер, полиэтилен, всё забилось. И вот когда колодцы эти забились, и вода пошла через верх, и вот от чего и образовалось это озеро. В Примводоканале пообещали, что до конца месяца завершат ремонт канализации, чтобы стоки шли по трубам прямиком в очистные сооружения. Местные жители считают, что этого недостаточно, и сотрудники водоканала должны не только устранить засор, но также осушить болото и очистить от нечистот речку-сапёрку. Дмитрий Беломестнов, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. И ещё одно экологическое ЧП. Во Владивостоке оказалась загрязнена речка Объяснение. Днём во вторник, 12 ноября, горожане с удивлением обнаружили, что вода в ней приобрела ядовитый зелёный цвет. Люди винят случившимся ТЭЦ-2, откуда в реку сбрасывается подогретая технологическая вода. Однако, как сообщили в пресс-службе ДГК, никаких аварийных или внештатных ситуаций на объекте не было, и ТЭЦ не используют химреагенты, которые могли бы окрасить воду. Но, что самое странное, в сложившейся ситуации спустя час после обнаружения загрязнения, вода в реке снова стала прозрачной. Тем не менее, это не помешало приморским СМИ направить запрос во Владивостокскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку качества воды в речке Объяснение. Мотивационную программу для студентов Дальневосточного федерального университета уже в третий раз запустил оператор мобильной связи «Теледва». Талантливым и инициативным предлагают разработать проекты, лучшие из которых наградят именными стипендиями. Подробности в нашем следующем сюжете. Воплотить свои идеи, проявить креативность мышления и получить за это достойное вознаграждение именно такую возможность приморским студентам предоставляет оператор мобильной связи «Теледва». Уже в третий раз один из самых успешных представителей бизнеса дает шанс активным и целеустремленным студентам реализовать свой потенциал, создать уникальный проект и довести его до конца. Для нас это хорошая история, потому что студенты получают реальные задачи от действительно настоящего работодателя. Причем этот работодатель, он идет в ногу со временем. Его проекты интересны нашим студентам. Каждый раз мероприятие с участием «Теледва» собирает очень много людей, интересующихся. А для университета это еще и возможность посмотреть на своих студентов, на что они способны, насколько они креативны и каким образом они смогут воплощать свои идеи в жизнь. На торжественном открытии, которое состоялось в ДВФУ, представители «Теледва» объявили о старте стипендиальной программы, а также обозначили тему творческой работы для конкурсантов. Звучит она как «Салон сотового оператора» в 2025 году. Подать заявки для участия в конкурсе именных стипендий можно до 31 декабря 2019 года. Затем студентов ждет наиболее интересный этап программы – разработка собственных проектов и их защита. В этом году организаторами стипендии предусмотрено пять призовых мест с общим призовым фондом в размере 300 тысяч рублей. В 2017 году мы первыми среди регионов «Теледва» запустили еще тогда пилотный проект именно стипендии «Теледва». Кейс оказался успешным и уже в третий раз запускаем наш проект. Стипендиальная программа получила развитие и работает уже в некоторых вузах нашей страны. Отмечу, что год от года растет профессионализм наших студентов и конкурсных работ, и мы рады оказывать поддержку талантливой молодежи. Безусловно, стипендиальная программа, предоставленная компанией «Теледва» – хороший стимул для студентов, готовых расти и пробовать свои силы. Ну а живым примером того, что мечты воплощаются в жизнь, стала победитель именной стипендии в прошлом году Нонна Гурёмина. «Мой проект назывался «Теледва по-восточному». Я хотела создать комфортную социокультурную среду для иностранных студентов, чтобы они узнали о достоинствах компании «Теледва», подключились к ее тарифам и стали новыми клиентами. Мы разработали даже листовку для иностранных студентов, перевели очень важную информацию для китайских студентов на китайский язык и ее распространили в нашей школе. От проекта получила огромное удовольствие. Ну и всем советую, обязательно участвуйте, пробуйте свои силы, реализуйте творческие идеи. Олег Завьялов, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Сейчас мы уйдем на короткую рекламу, сразу после которой. Дети в опасности. Водители, перевозящие несовершеннолетних, все чаще пренебрегают ПДД, что приводит к страшным последствиям. Под народным присмотром. Приморцы могут в режиме онлайн наблюдать за строительством социальных объектов. Разыграли места в сборной. Чемпионаты первенства края по кудо прошли во Владивостоке. Партнер выпуска новостей – торговый дом «Планета безопасности». Хотите узнать, что делают ваши работники? А что делают сейчас ваши дети? Кто у вас на даче? «Планета безопасности» ответит на ваши вопросы. Работа кипит. Дети под присмотром. На даче все в порядке. Сегодня с вами я, Александр Масликов, и мы продолжаем. Дети в опасности. Водители, перевозящие несовершеннолетних, все чаще пренебрегают ПДД, что приводит к страшным последствиям. Под народным присмотром. Приморцы могут в режиме онлайн наблюдать за строительством социальных объектов. Разыграли места в сборной. Чемпионаты и первенства края по кудо прошли во Владивостоке. Госавтоинспекция Приморья обеспокоена всплеском детского дорожно-транспортного травматизма. С начала ноября в результате автоаварий на дорогах региона погибло три ребенка в возрасте 4-5 лет. Погибшие являлись пассажирами в автомобилях, которыми управляли близкие родственники – мать, отец или дедушка. Во всех случаях фигурирует нарушение правил дорожного движения. Так, 2 ноября в Спасском районе, столкнувшись на дороге с трактором, погибла семья – отец, мать и сын. Ребенок, сидевший в детском кресле, не был пристегнут ремнями безопасности. 3 ноября в том же районе водитель, в чем салоне находился маленький мальчик, не предоставил преимущества в движении водителю фуры. Ребенок скончался на месте ДТП. Детское удерживающее устройство отсутствовало. Всего за 10 дней и ноября на территории края зарегистрировано 13 аварий с участием несовершеннолетних. Трое детей погибли, 11 получили травмы различной степени тяжести. При этом все родственники, которые были за рулем, грубо нарушили правила пик ДТП, отмечен в субботу. Всего с начала года в районе, в регионе погибли 9 детей и подростков. Наблюдать за строительством социальных объектов приморцы могут в режиме онлайн. Это детские школы, сады, поликлиники, сельские клубы, жилые дома, а также ремонт автомобильных дорог и фасадов городских домов. Чтобы контролировать ход работ на объектах, установлены видеокамеры. У приморцев есть свободный доступ к онлайн-трансляциям на официальном сайте администрации Приморского края. Во Владивостоке до конца этого года, в частности, планируется завершить строительство детского сада на улице Маковского, капитальный ремонт Дворца детского творчества во Владивостоке для размещения там технопарка Кванториум, ремонт школы номер 55 в районе Снеговая Пать и дорог на территории города. Для социального развития центров экономического роста в Приморье до 2021 года предусмотрели почти 13 миллиардов рублей. На сегодня же, по данным администрации края, в Приморье установлены 8 фапов, обновлена база 20 колледжей, закуплено оборудование для 22 медучреждений, построен спорткомплекс Фокина, отремонтированы 84 фасада домов, сданы два дома культуры. 158 лет назад, в ноябре 1861 года, первый начальник поста Владивосток, лейтенант Бурачек, решил наладить регулярную почтовую связь. Емщикам, отправлявшимся с почтой в Николаевск, пришлось тащиться по страшному бездорожью осенней распутицы. Поэтому за доставку первой почты они назначили плату по 20 копеек на человека за день. Так, пересылка первой почты обошлась первому начальнику Владивостока в 3 рубля серебром, что по тем временам было внушительной суммой. И только через два года, в январе 1863 года, во Владивосток прибыло первое почтовое отправление из российской столицы. Это были журнал «Морской сборник» годичной уже давности и частное письмо, отправленное из Петербурга морскому офицеру. С тех пор почта дальневосточной столицы стала наращивать темпы доставки отправлений, но с трудом. Тему в своей программе «Лучший город Земли» поднял ее автор Дмитрий Шакин и нашел много интересных фактов. Зимой 1863 года в Владивосток стала прибывать первая почта. Как вы понимаете, это было очень важно для жителей далекой окраины Российской империи. С привыкливости ради замечу, что писем газеты столиц приходилось ждать не меньше полугода. А вообще с почтой в нашем славном городе всегда было немало проблем. К примеру, еще в 1883 году сортировка писем, поступающих в наш город, была невероятно медленной, ввиду того, что на весь город был всего лишь один почтмейстер, плюс его помощник да три почтальона. Зарплаты городские почтовые работники похвастаться никак не могли. Жалование почтмейстера было 49 рублей, а у остальных и того меньше. Исторические хроники рассказывают, что для того, чтобы получить весточку из дома, некоторые горожане сами приходили на почту и помогали разбирать полученную корреспонденцию. В то время почтовые отправления практически не пропадали. Мало того, одной из обязанностей почты было доставка адресатам денежных знаков. А делалось это следующим образом. В присутствии почтового чиновника отправитель вкладывал денежные купюры в конверт, письмо запечатывалось сургучом и отправлялось в путь до почтовой конторы получателя. Кстати, на страницах газет того времени частенько появлялись шутки о работе почты. Ну вот, к примеру, год 1899-й, газета «Владивосток». Сообщаем сенсационное известие. Наша почтовая контора обзавелась мебелью. В помещении для публики, где не было ни стульев, ни дивана, ни вешалки для платья, теперь стоит один старенький табурет. Публика довольна. Или вот еще. Ввиду недостатка чинов в почтово-телеграфном ведомстве, разрешено принимать на службу корейцев и манз, если только они мало-мало пишут по-русски. Бедное почтовое ведомство, сокрушается газета «Владивосток», понимает ли публика депеши, написанные манзами? Помимо шуток, городские газеты публиковали и жалобы горожан на почтовое ведомство. И сегодня, спустя сотню лет, читать их довольно любопытно. Вот, к примеру, «Владивосток» год 1902-й. Куда ни перейдете в почтовое отделение, везде увидите такую картину. Во-первых, завалы писем. Простых, заказных и денежных. Занять-ка недель, а то и месяцев. Во-вторых, у начальника в ногах валяются какая-нибудь баба или дед и причитают. «Ваше высокородие, сжальтесь, отдайте письмо от сына». Вы знаете, с тех пор прошло уже 117 лет, но некоторые вещи до сих пор не меняются. Или вот еще. Наше почтовое ведомство, писали газеты, не особенно идет навстречу нужным обывателям. Посему любезные вкладчики писем жалуются. На углу экипажной улицы висит почтовый ящик для писем. Но точно нельзя узнать, то ли это ящик для писем, то ли банка от керосина. Так и стертые буквы, и таков вид этого почтового ящика. Неужели почтовое ведомство не может отпустить на 5 копеек краски для приведения в приличный вид свои вместилища для писем, а заодно отремонтировать их, чтобы письма не портились в ящиках, будучи подмоченными дождем? Кстати, первый в мире почтовый ящик появился в Париже. Это случилось в 1653 году. К сожалению, ничего не известно о его внешнем виде, но, скорее всего, это был деревянный ящик с узкой щелью сверху, который крепился на стене дома. Однако век первых почтовых ящиков был недолг, так как почтальоны, разносившие письма, боялись потерять работу и бросали в ящики мышей, чтобы те уничтожали почту. Что же касается нашего славного города-моря, то доподлинно известно, что первый почтовый ящик в Владивостоке появился 119 лет тому назад. И находился он на улице Светланской, у входа в гостиницу Тихий океан. Позже в городе появилось еще несколько почтовых ящиков, но их все равно не хватало. И к новостям спорта. Чемпионаты первенства края по кудо прошли во Владивостоке. Этими соревнованиями бойцы открыли сезон. На татаме побывало более 200 опытных спортсменов, которые боролись не только за награды, но и за возможность попасть в сборную Приморья. О том, чем отметились первые краевые поединки, расскажет Максим Яковлев. Пока температура на улице уходит в минуса, на приморских боевых коврах настоящая жара. Краевые соревнования по кудо открывают новый сезон. Ежегодные отборочные старты в этом году собрали более 200 участников. Конкуренция сложнейшая, особенно среди перспективной молодежи. На этих соревнованиях очень много у нас юношей, младших возрастной категории 2006-2007 год. То есть по 20 с лишним человек участников. И чтобы пробиться в финал, необходимо некоторым выиграть по 5 боев. То есть это очень довольно много. Всего же в рамках краевого турнира прошло порядка 160 боев. На чемпионате и первенстве своих бойцов представили практически все основные города Приморья. Владивосток как хозяин соревнований порадовал самым большим количеством кудоистов из 10 местных клубов. Опыт у спортсменов немаленький, особенно у старших ребят, которые сейчас готовятся к важным выездным состязаниям. Эти соревнования для того, чтобы здесь провести пару боев, также отобраться на Дальний Восток, а там уже поехать на чемпионат России. Также планируется провести, будет Кубок Мира. Вот хочу попасть на Кубок Мира. Мне всего лишь 21 год и я считаю, несмотря на какие-то уже заслуги, для меня этого мало. Я хочу расти, работать в этом направлении, добиваться еще больших результатов, реализовываться. Потому что цель есть в любом случае. И можно еще много чего выиграть. И для меня вот как раз такая цель – это чемпионат России, чемпионат мира. Я буду работать, чтобы завоевать первое место. К слову, самые мастеровитые бойцы нередко становятся наставниками молодых кудоистов. Свои главные достижения они уже получили и теперь готовы помогать в тренировках, в судействе и даже в организации подобных соревнований. Вы можете видеть, что произошла смена поколений. И те чемпионы, призеры чемпионатов мира и России, которые выступали по кудоисту, на сегодняшний день они судьи, представители команд и тренера. То есть очень много молодых и способных парней появилось. И сейчас они на татаме, вы можете видеть их сегодня. По итогам соревнований большую часть основных наград разделили между собой Владивосток, Уссурийск и Партизанск. Из числа призеров вскоре будет сформирована сборная края. Сильнейшие спортсмены получат право представлять регион на дальневосточном турнире уже в декабре. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Устранят недоразумение. Владивосток, наконец, может получить статус столицы Приморья. Попросили – починили. По просьбе местных жителей городские власти отремонтировали дорогу на проспекте Красного Знамени. Да ну ее в болото. В поселке Угловое возле домов появилось болото из сточных вод. Дети в опасности. Водители, перевозящие несовершеннолетних, все чаще пренебрегают ПДД, что приводит к страшным последствиям. Под народным присмотром приморцы могут в режиме онлайн наблюдать за строительством социальных объектов. Разыграли места в сборной. Чемпионаты первенства края по кудо прошли во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала, во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Телефон нашей редакции 249-88-12. Восьмой канал. Главное – Владивосток. Главное – Владивосток.